Кто-то скажет, что шеф полиции не должен ходить по таким заведениям, но на деле это самое тихое и безопасное место в городе. Всем привет, меня зовут Рос. Здесь к тебе не пристанут репортеры, здесь никогда не бывает драк, никто не выпьет сверх меры, даже повышать голос неприятно, не принято. Это клуб пуджилового джентльмена, у которого всегда все под контролем, и вы на канале Мидкор Шоу. И сегодня, именно поэтому я никогда не приглашаю сюда своих друзей, хотел сделать исключение в день своего 60-летия, но мои коллеги, большинство из которых и годятся мне в сыновья, спросили, а почему бы просто не снять проституток? Зачем смотреть на сиськи, когда их можно взять? Но в нашем клубе нельзя брать, и даже смотреть слишком долго считается неприличным. Можно лишь время от времени бросать взгляд, словно бы случайно. В остальное время нужно делать вид, что ты погружен в разговор или пришел сюда ради выпивки. Хотя я уверяю вас, что все эти старые пядуны пришли сюда ради сисек. Просто об этом не принято говорить вслух. Мои молодые коллеги назвали бы это лицемерием, а я называю это старыми добрыми хорошими манерами. Хорошими манерами, закрепленными нелегальным чутом. Девушка обязуется расстегивать блузку, а мы обязуемся не обращать на это особого внимания. Это не значит, что девушка не хочет съехать из своей тесной комнаты, подружившись с каким-нибудь богатым посетителем, с кардиостимулятором и вставной челюстью. Все чего-то хотят, но мы должны контролировать себя, чтобы не превратиться в развратников и проституток. Если бы этого негласного контракта не существовало, я клянусь, я сейчас же громко прыгнул, перевернул стол, вытянул руки и сказал, да хрен с ним всем, давай шейкет, бэйби. Даже не знаю, откуда мне это варварство. Все нормально там, все нормально. Назад. Музычка мне уже нравится. Так, сразу погнали, новая игра. День 1, июль 15, понедельник. Мэр Роджерс сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи о отставке Джека Бойда. Марк Уор 2 покажут во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Это у нас какие-то новости, да? Ничего мы тут делать не можем. Ехать на работу. О, драндулет, заводись давай. Че у нас такой, блин, драндулет-то вообще не хочет заводиться? С полтычка. Короче, игрушка, как прям писали, просто типа кипятком писают, прям вообще офигенское. В детстве мой отец всегда говорил мне перед сном, что если закрыть глаза и не открывать их достаточно долго, все демоны уйдут. Вчера мне исполнилось 60, но я до сих пор используюсь этим советом. Не потому, что я слишком сентиментален или хочу сохранить память об отце. Просто я так и не придумал способа надежнее. Конечно, чтобы скрыться ото всех демонов Фрибурга, проще никогда не снимать повязку с лица. А уж когда встречаешься с репортерами, лучше вообще на время ослепнуть. Так, во всяком случае, сказали бы вам мои коллеги. Сам я никогда не боялся пресс-конференций, а не для меня исповеди. Не важно, как искусно врет твой язык. Когда тебе задают вопрос, у тебя в голове мгновенно возникает честный ответ. Это помогает мне не забывать, кто я такой. А то, что на следующий день обо всем этом приходится читать в газетах, лишь скромная оплата. Даже за исповедь нужно платить. Вот так, глубокие мысли, ё-моё, тут идут. Дядь, который рассуждает, здраво аж. Мы играем, короче, за 60-летнего шефа полиции. И здесь нам будет предстоит управлять полицейским участком. Сегодня я впервые боюсь ответов, которые сплывут у меня в голове. Не потому, что я расстроен тем, что скоро потерял свою работу, хотя я и в бешенстве. Не потому, что я подсознательно виню в этом всех вокруг, хотя я и виню. Просто меня обязательно спросят, что же я со всем этим буду делать. А я не представляю. Но даже не это меня пугает. Самое страшное, я знаю, что не буду бездействовать. Теперь я могу лишь догадываться, на что решусь в следующую секунду. У меня много пороков, но предсказуемости среди них нет. Так, это значит, мы сейчас идем на пресс-конференцию с репортерами в роли шефа полиции 60-летнего, который скоро подаст в отставку. Я научился отгонять демонов, толпящихся вокруг, но что делать, когда они пытаются заживо содрать с тебя кожу? Зажмуриться сильнее обычного? Что же еще? Лучше способов все равно нет. Надеюсь, журналисты решат, что меня ослепили фото вспышки. Ну, давай. Видимо, нам сейчас предстоит... Доброе утро. Да, это нам надо... Да, это нам надо говорить. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз. Мэр обсуждал это со мной. Я ждал подобного дерьма от мэра. Какая разница? Так, ну-ка. Блин, а нам как бы никаких вводных не дали. Мэр, мэр, мэр хочет нас послать в отставку. Ну, давайте будем таким... Таким четким дядькой. Мэр Роджерс бесчестный коррумпированный политик. И он просто ждал возможности избавиться от меня. Нифига себе. Вот так вот. Вы знаете имя своего преемника? Думаю, это кто-то новенький. Я думаю, они ищут свежую кровь. Кого-то молодой. Молодого, видимо. С новым взглядом на проблемы. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, что он может передумать? Так. Может быть. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть дольше. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Давайте. Чушь. Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе? Может, они еще и с пришельцами сдружились? Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальные вопросы? Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Ну, наверное, вот так вот. Это невозможно. Мэр Роджерс настоящий профессионал, принимающий лишь взвешенные решения. Тут нет места личным антипатиям. Спасибо. Да не за что всегда, пожалуйста. Блин, я не знаю, это повлияет на что-нибудь или нет. Как сегодня ваша спина, мистер Бой? Как обычно. А как прошла пресс-конференция? Прочитаешь завтра в газетах, ко мне никого не пускать. Это наша секретарь. Даже мистера Кендрика? Особенно мистера Кендрика. Мы идем к себе в офис. Ну, давай. Давай-давай. Типа патрус. Таблеточки сейчас закинемся таблеточками. От боли в спине, видимо. Да. Запиваем их водой, наверное. Так. Закуриваем сигару. И сидим, наслаждаемся. Обдумываем все, что сказали. Вздох. Ха-ха-ха. Так. В ту самую секунду, когда заскрипела дверь, я уже знал, кого увижу на пороге. Когда я прошу ему никого не пускать, только один человек может войти. Бесцеремонно, нагло, без предупреждения. Так мэр Роджер сделал вообще все. Белоснежные летние туфли, белоснежные носки, белоснежные шорты, белоснежная рубашка пола и белоснежная улыбка вечно голодного хищника. А где белоснежная улыбка-то? Стюарт Роджерс входил в любую дверь, как собственник, как безоговорочный хозяин всего вокруг. Даже половица под ним чертом. Казалось, что еще одна-две коррупционные схемы, и за ним по пятам будет следовать демонический огонек. В кино влиятельные злодеи, контролирующие город, играют с судьями в гольф. Роджерс играл с ними в теннис. На этом отличия заканчивались. Роджерс, я надеялся застать тебя на пресс-конференции. А ты так быстро сбежал. Ну что ты приперся-то сюда, слышь? В мэрии нельзя было курить, вот и сбежал. Ну, сегодня утром я подписал указ о запрете на курение во всех общественных местах. Скоро тебе и здесь нельзя будет курить. Скоро меня здесь вообще не будет. Ты че, картину мою трогаешь, слышь? Об этом я и пришел поговорить. Горожане любят тебя, Джек, так как никогда не любили ни одного шефа полиции. Ха-ха-ха. Не предавай их, Джек. Не впутывайся ни в какие истории. Посиди тихо 180 дней, и тебя запомнят как героя. Это единственное, что тебе остается. Быть героем. Быть героем. И что, не дашь мне шанса сколотить пенсионный фонд? У тебя был миллион шансов обеспечить себе такую роскошную пенсию, что даже я бы позавидовал. Впрочем, я никогда не откладывал деньги на пенсию. Я не собираюсь на пенсию. Ну ты козлина какой, а достал уже тут. Да еще сигару вырвал, ты слышишь? У, козел, об картон. 180 спокоенных дней, Джек. Это все, что мне от тебя нужно. Если у меня не будет с тобой проблем, я обещаю, что у тебя не будет проблем со мной. Вот друга никакой, а? Ничего себе. У меня новый ассистент. Трой Стар. Если захочешь что-нибудь сообщить мне, позвони ему. Только не звони по пустякам. Я и так загрузил его работой. Я постараюсь. Давай, давай, вали уже. И не пропитывай дымом весь кабинет. Скоро он понадобится одному моему другу. Ну вот да, своего чувака поставит сюда на мое место, блин. Козлина, а? Опа. Ха-ха-ха, да ладно. Извини, детка. Этот номер есть только у мэра. Класс. Господин мэр? Алло, это Трой Стар? Да. И не надо. Трой Стар. Вот это было хорошо. Не, так ругаться мы не будем вслух. Но вы все прочитали и слышали, да, что он сказал. Так, чистота городских улиц выросла на 20%. Глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Джей Бой считает, что причиной его отставки стали личные отношения с мэром. Вот это класс. Мы сказали, что нет, нифига, это вообще не так по-любому, блин. Они написали... Вот, блин, пресса-то желтая, а? Опять давай, заводи свою тарантайку, поехали на работу. Офигеть, все перебрали, просто все слова, я не знаю. Наверняка там интервью получилось какой-то... В нашем полицейском участке копы не любят перекусывать в кафетерии. Есть причем плечу с неопарником, считается чем-то постыдным. Да ладно вам. Все штурмуют автоматы с закусками, хватают еду и быстро забивают по своим углам, как обголодавшие труп стервятники. Главное, не смотреть друг другу в глаза. Это могут счесть за приглашение пообедать вместе. Поэтому в кафетерии обитали только призраки. Вон сидит один призрак какой-то. Ну и кто это? Фрэнсис Кендрик, мой заместитель, недавно стал одним из таких призраков. После того, как на него написали несколько доносов, разразился крупнейший в истории Фрибурга коррупционный скандал. И хотя сами факты взяток не удалось доказать, все понимали, что дни Кендрика сочтены. Бумага, которую я тебя просил. Я хочу, чтобы она была готова к полуночи. Фрэнсис ничего не ответил, но я могу его понять. Призракам не положено разговаривать. К тому же я был уверен, что у него уже все готово. Ну блин, старикашка такой. На него динственник. Наверняка нормальный мужик. Наверняка это все какая-то подстава была. Обучение. Хотите получать подсказки о том, как работает игра? Я 60-летний шеф полиции в нескольких месяцах от отставки. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Нет, ну давайте валяйте, конечно, надо научиться. Полиция Фрибурга делится на две смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы и детективы, занимающиеся расследованиями. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. И у офицеров, и у детективов есть несколько важных характеристик. Давай, рассказывай. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Показатель в районе 150 считается средним. Полицейских, не дотягивающих до этой отметки, не назовешь способными. Зато на тех, чей профессионализм заметно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Офигеть. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает. А измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем или совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудник теряет одно очко энергии после каждого рабочего дня и устанавливает одно очко после каждого выходного. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивы и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться. Или делать выводы, наблюдая за поведением сон. Нифига себе, да вы чё? Серьезно, что ли? Так, значит, это у нас детективы, да? Вот это у нас три детектива. И здесь у нас Коти, Янси, Перди, Перди, Цубаки, Цубаки, Чубаки, Осано, Остин и Прайс. И детективы Мол, Дебрито и Армстронг. Начать день. Ну погнали, посмотрим, что же это такое. Что нам тут предстоит делать? День 2, 10 утра, у нас 2400 баксов. Так, ага, мы убираем, мы убираем, значит, сигарку. И чё? Самая обыкновенная полицейская работа – реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорогу туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Понятно. Торговый центр Everyday. Ну-ка. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача – посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов заблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самые рисковые миссии также можно отправлять команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум один офицер. У нас спецназ есть, вообще отлично, а спецназиком хорошо кого-нибудь сдрючим. Но слоты – это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может предсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковая на первый взгляд миссия всегда может обернуться жестокой мясорубкой. Или вызов может и вовсе оказаться ложным. Нифига себе, блин, я уже в восторге. Так, побег с места аварии. Торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Ну, звучит вроде не опасно. Так, у нас, значит, по уровню пятерка. Да ты что, ты... А, это вообще старушечка. Блин, бабушка, ну давай пошлем бабушку на это дело. И с тобой пошлем Асану. Вот так вот, соточку. Посмотрим, как вы справитесь с этим. Да, все правильно сделали? О, машинка поехала. Блин, классно, вообще здорово, стилистика отличная. О, еще одно дело. Вот это шик. Так, драка. Кинотеатр The Last Picture Show. Last Picture Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Так, ну, сноубордисты, народ вроде бы ни лютый, ни злой, оружие при себе не имеют, поэтому мы отправляем сюда тоже таких не особо опытных. Цубаки и Остин поедут сюда. Оставим опытных на какое-нибудь дело посложнее. Но хотя тут любое дело может обернуться какой-нибудь хренью, как написали, и это очень опасно. И сейчас мы посмотрим, что же из этого получится. Так, у нас тут заполняются шкалы. Это значит, Асана и Прайс уже прибыли на место почти. Давай. Так, они там разбираются. О, пошла гроза. Так, отчет. Отчет, побег с места аварии. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника, и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют мэрию, а вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее живых. Ни хрена себе. Преступник скрылся, офицеры невредимые. Ой, Асана теряет десят. Блин, ну старушку, конечно, послали. Блин, вот я не знал до этого. Чего он скрылся-то? Ну ладно, хоть все невредимые. Неудачно, неудачно у нас первое дело. Ладно, возвращайтесь домой, я вам выговор потом устрою. Я не знаю, что делать с прайсом. Так, драка, отчет по драке, ну-ка. Преступник скрылся, офицеры невредимые, гражданские невредимые. Да ну ладно, вы издеваетесь. Вот это поворот, да, блин, тут посерьезно. А как? А как? Ну то есть дела плевые вроде, да, мы послали как бы, ну не таких уж говнорей. 120 и сотка, да? 120 и сотку мы послали. Ну и с напарником там поменьше, чтобы подкачались. А нет. А нифига, они не поймали. И дела-то плевые. Класс. Пригород. Во, о, вооруженное ограбление. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. А, два офицера. Ну давайте мы пошлем, ё-моё, ну вооруженные, вооруженные дрочеры получается, да, порнокассеты украли. Трое подростков. Так, ну надо Янси слать, мужик. Ну, блин. Давайте мы коте оставим, давайте мы пошлем перди. Перди надает ему по пердакам там, короче. Вот это сейчас страшно будет. О, юридическая контора. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не искрем разнимать их, а охранник на больничном сообщил один из адвокатов. Класс. Так, давай, Асана. Ну-ка, давай, ты пойдешь с опытной коти. Асана и коти. Котик и Асана. Я буду тебя нежно звать котик. Ты будешь моей фавориткой, потому что у тебя самый большой опыт. Так. Меня сейчас на самом деле больше всего волнует вооруженное ограбление. Блин, вот это сейчас очень опасно. То есть те дела звучали не опасно, а вот это опасно. Трое подростков. Драчуны, ну в смысле. Гетто. Ой-ой-ой, гетто. Да ну ладно, гетто. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Трех надо послать. А можно как-то... Ё-моё, у нас... Блин, прайс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сейчас будет, короче, очень хреново. Ладно. Ладно, сейчас у нас такой первый взгляд. Если что, потом переиграем уже по-серьезному, по-нормальному. Или же продолжим. Я не знаю, если прямо сейчас все не передохнут. Давайте. Смотрим, что же дальше происходит. Если ситуация окажется копом неоднозначной, они могут связаться с вами, просить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время. У вас полно других неотложных дел. Так, ну, время не идет. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а из окна гостиной доносится стонный и громкий смех. Ага, короче, ржут там. Смотрят порнуху и ржут. Офигеть. Так. Постучаться в дверь и откройте полиция. Пробраться в дом через открытое окно. Включить сирену и покричать в громкоговоритель, что дом окружен. Блин, я не знаю. Мы можем нарушать, как бы, всякие правила? Я бы на самом деле... Я бы на самом деле, раз там у них громкий смех и стоны, я бы сделал вот так. Ес! Ес! Преступник пойман. Офицеры невредимы. Янси и Перди. Они справились с первым заданием. Они этих малолетних дрочунов, блин, просто закрыли. Вооруженное ограбление. Да вы охренели, блин, совсем. Блин, порнул ларек. Драка. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Отлично. Коти и Асана. Асана восстановилась. Десяточку вернула к себе под соточку. Фу, пошло. Хорошо. Так, теперь гетто. Теперь гетто. Уже там доехали почти. А, нет, едут, да, еще? Да, едут трое наших офицеров. Ой-ой-ой-ой. Вот сейчас очень страшно. Сейчас очень-очень страшно. Сейчас. Давай. Отчет. Ну-ка. Преступник скрылся. Офицеры невредимы. Эх, старушка Прайс, что же мне с тобой делать-то, а? Как мне тебя подкачать-то? Блин, ну ее надо на пенсию уже уводить. Я не знаю, что она делает-то. У нее пятерка. Если, блин, даже сотки не справляются, что она с пятеркой делает? Так, все, мы первый день закончили? Класс. Ага, я понял. Ну что ж, давайте, наверное, завершим день и... О, так это Боярский. Нифига, я его сразу-то не признал. Это ж, блин, Боярский. Шляпи с усами, только шарфика зенит не хватает и все. Ладно. Так, ну что ж, завершаем день и завершаем, наверное, этот выпуск. Сейчас посмотрим, может быть, что-то какой-то ролик-вставочка будет, да? Раньше, когда я просил Кендрика задержаться в участке до глубокой ночи, он смешно ворчал. Сейчас ему не хватает сил даже и на это. Опустившиеся плечи, пустой взгляд, сморщившаяся кожа. Я совсем не узнавал старого друга. В лучшие свои годы напоминавшего бравого офицера из рассказов Киплинга. Да. Кендрик увидал не только под грузом всеобщего давления, но и от нестерпимого стыда. Блин, бедолага, нифига себе. Говорят, когда следователи громили доставшуюся ему от деда коллекцию старинных книг в надежде вытрясти из страниц купюры, на лице Кендрика без страшного полицейского застыл беспомощный ужас. Блин, ну это офигеть, это жесть. Я знаком с Фрэнсисом 30 лет, 20 из которых он осознанно нарушает закон. И я точно знаю, что с определенного момента каждый украденный доллар стал приносить ему еще больше страданий, чем радости. А, все-таки он виновен. Вам, наверное, кажется безумным, что я сочувствую коррупционеру, но что поделать, таков уж мой круг общения. Друзья остаются грузями. То есть мы тоже, короче, что-то там вот так вот. А что ты он дал? Вчера им звонил всех этих людей. Теперь они в курсе, что ты ведешь дела. Если с тобой свяжется кто-то из этого списка и попросит об услуге, может быть уверен, что все чисто. О какого рода услугах мы говорим? Не волнуйся, ничего серьезного. Как ты и просил, там мелкие одолжения, оплата разная, зависит от дела и от человека. Походу мы сможем скоро привлекать всяких разных мафиози там и кого-нибудь еще. Сколько ты хочешь успеть заработать? Полмиллиона. Полмиллиона? Почему не миллион? Потому что все хотят заработать миллион. Да и правда, решил попробовать что-нибудь новенькое. Полмиллиона за 180 дней можно заработать вполне легально, переловив всех преступников в городе и получив все возможные премии. Так что же ты всех не переловил? Ладно, ты никогда не лез в мои дела, я не собираюсь лезть в свои. Но ты должен помнить, что копы, которых ты заставишь во всем этом участвовать, рано или поздно донесут на тебя. Еще кое-что, Джек. Я помню наш разговор, но я бы хотел добавить в список еще одно имя. Кристофера Сэнда. Короче, какая-то мутка идет, серая. Серые мутки начинаются, и нам предстоит это все выруливать, разруливать. Сэнда? Кристофер Джи Сэнд. Каждый в городе знал его имя, но немногие могут объяснить вам, кто это такой. В неприметном пожилом мужчине, неизменно носившем старомодные джинсы и вязаный свитер, жертвовавшем на благотворительность, изредка посещающим какие-то мероприятия. В этом страстном охотнике и поэте-любителе сложно было опознать руководителя старейшей и могущественнейшей преступной группировки. Кристофер строго следовал порядкам, заложенным еще его прадедом. Сэнды редко опускались до банальных убийств и ограблений, и устраивать акции устрашения им практически не приходилось. Они делили сферы влияния между группировками поменьше, представляли защиту тем, кто в ней нуждался, договаривались с официальными органами, если того требовало дело. Сэнды были скорее контролирующей стороной, чем непосредственными участниками. Порой их почтительный подход усыплял бдительность. Два года назад один торговец оружием решил расширить бизнес на соседней территории, не получив на это разрешение, и вся его семья поплатилась за это. За четыре недели Сэнды убили 31 человека, включая стариков, женщин и подростков, и люди Кристофера позаботились о том, чтобы об этом написали в каждой гассете. Фрэнк, я не хочу, чтобы ты даже произносил это имя. Джек, прошу, выслушай меня. У меня есть кое-какие обязательства. Мы договаривались, Фрэнк, но это меня не касается. Никогда не касалось, никогда не будет касаться. Офигеть. Чекпоинт, день третий. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Заканчиваем наш первый взгляд на This is the police. С вами был Рос, на канале Midcore Show. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочка в описании под этим видео. И всем до новых встреч, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!